Жизнь в Мормонске практически остановилась. Теперь помимо образовательных, спортивных и культурно-развлекательных учреждений, с 25 марта закрываются на карантин ночные клубы, кальянные и заведения общепита. Как выжить в этот период времени малому бизнесу и ярым тусовщикам, выясняла любительница ночной жизни Кристина Харатова. Никаких больше вечеринок. Мегахит, который теперь можно считать гимном завершения тусовочной жизни в Заполярной столице. А все потому, что из-за мер, введенных против распространения коронавируса, теперь в городе закрыты все развлекательные заведения. Никто в бизнесе, никто не готов, чтобы на время вообще его прикрывали. Но, к сожалению, таковы сегодняшние реалии и надо понимать, что это во благо нас всех. А ведь еще неделю назад «Океан» работал в новом формате. Открыл второй зал для тусовок, пропускал гостей по спискам, при этом не более 50 человек на каждый танцпол. Но теперь и это все вне закона. Однако сам отель для гостей города по-прежнему открыт. Мы работаем в полную мощь, как конгресс-отель «Меридиан». Уже нет никаких ограничений в плане поселения, в плане проживания здесь. Бар, ресторан. Что касается других развлекательных заведений, для них тоже настали тяжелые времена. Кальянный и Мурманска уже сообщают в соцсетях о вынужденном временном закрытии. А места, где дымные коктейли были дополнительной услугой, теряют до 20% выручки. Поделился с нами директор коктейль-холла «Негрониклаб». Вторая неделя прошла 30-40% от общего оборота нашего предприятия. Это как по «Негрониклуб». Поэтому коснулся, думаем, что дальше будет. Сегодня внесено предложение. И уже решено убрать кальяны. Это еще минус 20% выручки получится от нашего общего оборота. Конечно, в таких условиях малому бизнесу не выжить. Одно из любимых тусовочных мест молодежи теперь переходит в режим работы обычного общепита. Без ночных увеселительных мероприятий. Однако в случае новых изменений заведение будет вынуждено закрыться, чтобы не работать в убыток. Готовы к закрытию вообще? Морально, физически нет, финансово тоже нет. Потому что все-таки это рабочие места. Это наши какие-то обязательства перед работниками, которые мы наняли. Но придется, закроемся в любом случае. Мы не можем работать в убыток, потому что мы дальше будем только набирать минуса, минуса и минуса. Несмотря на все трудности, бизнесмены ищут новые способы функционирования. Один из возможных вариантов – запуск доставки еды. Это, конечно, не принесет той прибыли, как работа ночного заведения, но все-таки продолжит радовать любимых гостей вкусными блюдами и напитками. Спасибо. 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 Спасибо.